Коллеги, добрый день. Меня зовут Василия Плеханова, я руководитель проекта FinTechStop, организатор профессиональных онлайн-событий. Сегодня, друзья, сегодняшний вебинар мы проводим совместно с юридической компанией Юртехконсал и будем разбираться в правилах банкротной безопасности. С нами сегодня Алексей Николаев, управляющий партнер ЮТК, а также руководители проектов Кирилл Чуххалдин и Анастасия Лысенко. Коллеги подготовили для вас настоящее руководство для собственников и топ-менеджеров компании. И надо сказать, что сегодняшнее мероприятие, друзья, мы проводим по мотивам одноименной книги «Правила банкротной безопасности». Книга вышла под редакцией Алексея, с чем я от души поздравляю. И по мотивам также этой книги коллеги выпустили уникальный в своем роде спецпроект совместно с «Права.ру». Это компьютерная игра. Я, честно говоря, довольно равнодушна к современным способам развлечения, но вчера я не могла оторваться от этой игры. Друзья, я понимаю ваши вопросы, наверное, будет ли у вас доступнее. Обязательно будет. Мы сейчас и в чате с вами поделимся, и в рассылку обязательно ссылку на игру включим. Она абсолютно бесплатно доступна. И мне кажется, вот как раз за подобным форматом эдютеймента и будущее, когда ты совмещаешь развлечения с прокачиванием своей профессиональной любимой темы. Ну что ж, друзья, я рада пригласить наших спикеров, передать им слово. Алексей, добрый день. И также, друзья, я напомню вам, что у вас есть уникальная возможность задать ваши вопросы нашим спикерам. Ждем их в чате прямо под онлайн-трансляцией. Обязательно этой возможностью воспользуйтесь. Я передаю слово Алексею и перехожу к зрителям. Алексей, вам слово. Да, коллеги, добрый день. Еще раз. Меня зовут Алексей Николаев. Я управляющий партнер компании «Юртехконсалт». И со мной сегодня мои коллеги Кирилл Чухалдин и Анастасия Лысенко. И мы, соответственно, расскажем вам про книгу, которую мы подготовили в нашей компании. Эта книга называется «Правила банкротной безопасности. Руководство для собственников и топ-менеджеров компании». Во-первых, давайте начнем с того, что всем надо подписаться на наш телеграм-канал. Нас смотрит наш маркетолог. И многие считают, что наш телеграм-канал – лучший канал по банкротству. И это не только наш маркетолог, но и моя мама и много других знакомых мне людей. В общем, подписывайтесь. Он очень полезный. Мы здесь не постим новости. Мы не пишем обзоры практики Верховного суда. Мы берем одну конкретную тему в неделю и разбираем ее со всех сторон. Например, что такое фактическая аффилированность. Какие там платежи могут быть текущими. За что у нас может наступить субсидиарная ответственность. За что не может. На этой неделе сегодня у нас вышел пост про то, как оспариваются вот эти комиссии банков по переводам физлиц. Кроме того, по пятницам у нас выходят замечательные, смешные мэны в видеоформате. Так вот, приступаем к книге. Чем мы руководствовались, когда решили ее подготовить? В целом, наша команда занимается банкротством более 25 лет. И с 2009 года, когда у нас субсидиарная ответственность сильно уже сточилась. Потом у нас в 2013 году были изменения. Потом, соответственно, в 2017 все стало совсем непросто для руководителей. Когда к нам приходят собственники, учредители компании, уже с вопросом ко мне предъявили заявление о привлечении к субсидиарной ответственности, что делать, да, мы когда смотрим, а что ты до этого делал, понимаем, что очень много ошибок было совершено на старте, да, в ходе текущей деятельности. И вот именно эти ошибки приводят к тому, что очень тяжелое положение при защите от субсидиарной ответственности. И здесь наверняка многие видели рекламу Альфа-банка, когда они говорят, да, ты все неправильно делаешь, продолжай. Мы тоже могли так сказать, ты все неправильно делаешь, продолжай, мне нужна новая машина. Но мы решили все-таки подготовить руководство, которое можно бесплатно скачать, которое можно купить. И в этом руководстве мы решили рассказать, что делать собственнику компании или директору вот от самого старта. Ну, тут нет самого старта, когда надо было ему сказать, что нет, я не буду директором, и зачем мне этот бизнес. Да, мы все-таки исходим из того, что уже решил руководитель стать директором, или вы вдруг купили компанию, что же вам надо сделать в самом начале, что вам надо делать в рамках текущей деятельности, на что посмотреть, как оформлять свои решения, чтобы в случае, если вдруг наступит банкротство, на банкротство, это вот как, перефразирую знаменитую цитату, там, банкротство – это то, что бывает с другими. Нет, это не так, это всегда бывает неожиданно. И если это случается, то это будет очень больно и неприятно. Поэтому о банкротстве, о рисках банкротства надо думать очень сильно заранее. И здесь, если посмотреть нашу книгу, вступительное слово написал в этой книге нам Андрей Владимирович Егоров, за что ему большое спасибо. И он это сравнивает с некоторыми правилами гигиены, которые надо соблюдать в рамках текущей деятельности. И тут риски одинаковые как у менеджера большой корпорации, так и у собственника, и учредителя, и руководителя в одном лице какой-то маленькой компании. Потому что если вы не будете в ходе всей своей работы собирать решения об одобрении каких-то сделок, как вы там вели с кем переговоры, зачем вы там какую-то сделку крупную заключали, то в последующем вам очень сложно все это будет обосновать. И просто даже если судья поверит, что не надо вас привлекать к субсидиарной ответственности, но мы должны помочь суду, мы должны дать ему какую-то фактуру, которую он напишет в своем судебном акте, чтобы в последующих инстанциях его судебный акт не отменили. Поэтому мы в рамках текущей деятельности рассказываем, как стоит вести себя, чтобы минимизировать риски оспаривания сделок, потому что за оспариванием дальше идет у нас субсидиарная ответственность, непосредственно субсидиарную ответственность про заткание убытков, если уже случилось наблюдение, то стоит ли что-то делать в наблюдении или нет, как вести себя там в конкурсном производстве или внешнем управлении, в целом какие права есть у руководителя или учредителя, что у нас с текущими требованиями, какие у нас по зарплате есть возможности взыскания, что у нас с расходами по делу о банкротстве и там за контролем над процедурой банкротства. Сегодня мы, конечно, все это освещать не будем, у всех будет возможность бесплатно скачать эту книгу или купить ее в статуте. Да, сегодня мы осветим только три вопроса. Это первый вопрос, что нужно делать после того, как вас назначили руководителем или вы купили компанию. Второй вопрос, как избежать, минимизировать риски субсидиарной ответственности за неподачу заявления о банкротстве. И третий, не самый тривиальный вопрос, про контроль за процедурой банкротства. В этой части мы бы хотели дать некоторые советы, которые, возможно, вам в будущем поможут. После каждого из блока мы будем делать небольшую паузу, чтобы была возможность задать там несколько вопросов по конкретному блоку, если они будут. В последующем, соответственно, мы в конце ответим на все остальные вопросы. Заранее тоже просили задавать вопросы, нам прислали всего пять вопросов. И вот пятерым самым активным слушателям, которые прислали свои вопросики, мы за это подарим наши книги. Соответственно, с помощью организаторов мы с вами свяжемся и направим книги в бумажном виде. На этом, коллеги, вступительное слово мое заканчивается. И сейчас Кирилл Чухалдин расскажет у нас тему про то, что стоит делать после того, как вас назначили руководителем компании. Добрый день, коллеги. В общем-то, я являюсь автором нескольких глав в этой книге. И первое – это действие, которое стоит предпринять руководителю после назначения его директором или покупки компании. И здесь мы, в общем-то, книгу пытались структурировать так, чтобы руководитель понимал, какие он будет риски нести. И, в общем-то, в конечном итоге это риск убытков или субсидиарной ответственности. Соответственно, в главе 2 – риски текущей деятельности. Более понятно расписано, зачем мы написали, ну вот, читая главу 2, будет понятно, зачем мы написали первую главу именно про вот эти действия, которые стоит предпринять. И первое – мы сразу обращаем внимание на то, что основанием для привлечения к субсидиарной ответственности является непередача документации управляющему, если это повлекло невозможность формирования конкурсной массы. То есть последний директор после введения процедуры банкротства обязан собрать все, что у него есть, отдать управляющему, показать, что вот у меня были активы, они раз, два, три вот здесь лежат, в балансе они отражены вот так. Если чего-то не хватает пояснить, почему, и документально это все подтвердить. Если это не будет сделано, то, скорее всего, ответственность будет очень сложно предотвратить как-то и избежать ее. Соответственно, мы делаем такую рекомендацию короткую, что руководителю после назначения, если до него были какие-то другие директора, нужно сделать все, чтобы в случае банкротства иметь возможность передать документы управляющему не только за период своей деятельности, но и за период деятельности других руководителей. Потому что, если вы это не сделаете, то к ответственности можете быть привлечены совместно. У нас закон о бухгалтерском учете также закрепляет необходимость передачи документации от одного директора другому при смене, и указано, что порядок передачи этой документации определяется самостоятельно в компании. Какого-то четкого регламента нет, но в целом суды исходят из критериев добросовестности и разумности. В общем-то, директора сами должны как-то договориться, что им сделать, как передать документы, чтобы деятельность компании продолжалась, и чтобы не было каких-то негативных последствий. Когда меняется директор, встречаются три, как правило, варианта развития событий. Первый – это сменяемый руководитель добросовестно передает все документы, подписывает акт приема передачи. Тогда у нас нет никакого конфликта. Новому директору стоит просто получить документы, составить подробные акты приема передачи и уделить особое внимание следующим моментам. Первое – это первичная документация, контракты, договоры, акты, накладные. Все, что отражает ваши взаимоотношения с контрагентами, все, что может повлиять на возможность сбора дебиторской задолженности. В общем, самые главные документы в компании. Далее – это переписка с контрагентами и акты сверки. То есть это те документы, которые влияют на течение сроков исковой давности, которые могут помочь взыскать что-то, какие-то старые долги и подтвердить, что вы не пропустили исковую давность, так как пропуск исковой давности по какой-то дебиторке тоже может быть основанием для взыскания убытков. И следующее – это документация, без которой невозможны эксплуатации и распоряжения имуществом компании. То есть это какие-то технические документы. Если это застройщик, это какая-то документация строительная обязательно должна быть, чтобы дом достроили или ввели в эксплуатацию. Если это какая-то спецтехника, то документы на нее. В общем-то, вот этим документам нужно уделить внимание. А другим документам, например, банковские выписки, которые можно получить в банке, налоговая отчетность и так далее, тут можно внимание уделять поменьше, так как не будет проблем, если чего-то не будет хватать, получить это не от бывшего директора, а от каких-то госорганов или кредитных организаций. Второй вариант – это сменяемый руководитель передал вам документы или оставил их в офисе, но не подписывает никакие акты приема и передачи. В целом, вы можете сказать, отлично, у меня же документы есть, и можно ничего дальше не делать. Но это не так. На самом деле нужно как-то это зафиксировать, чтобы избежать каких вопросов. У нас, когда один директор передает, а другой получает документы и подписывает акты, от чего они защищают друг друга, ну, каждый сам себя, вернее, в том числе, это от фальсификации документов. Например, если возникнет какой-то судебный спор, и новый директор передаст юристам или сам принесет документы в суд, ему заявят о фальсификации, он должен объяснить, где он их взял. Соответственно, директор передающий, бывший, он должен защитить себя от того, чтобы ему не сказали, а ты вот эту бумажку не передал, например, тот же акт сверки. Из-за этого мы проиграли в суде, ты там дебюторскую задолженность профукал, и мы к тебе из-за этого предъявляем убытки. Соответственно, вот при втором варианте, когда у нас директор отказывается подписывать акты приема и передачи, нам нужно самим это сделать в одностороннем порядке. Для этого мы рекомендуем создать какую-то комиссию на предприятии, например, это может быть, допустим, руководитель каждого из отделов. Юридическая служба там отвечает за контракты, бухгалтерия отвечает за акты, товарные, планы и так далее, первичную документацию, ну и так далее. Финслужба отвечает за какие-то заказки, например, казначейство на каких-то больших предприятиях есть, тоже там они могут отвечать за какие-то платежные документы. Соответственно, создаем комиссию, выносим приказ о необходимости проведения мероприятий по розыску и фиксации обнаруженных документов, назначаем ответственных лиц и приступаем к поиску документов. После того, как документы будут, если они уже обнаружены на предприятии, то есть этот период времени по поиску будет совсем коротким, если все, нашли какие-то документы, значит, надо создавать группу сотрудников, которые будут составлять акты приемной передачи в одностороннем порядке и будут подробно фиксировать, что там было получено. И после этого нужно акты направить к прошлому руководителю, сказать, что вот мы нашли такие документы, просим подписать акт, если не согласен, укажи, с чем ты не согласен, каких документов не было при твоем уходе или какие были, но мы не нашли, где они находятся и так далее. И это позволит, в общем-то, как-то именно комиссионно зафиксировать, что вы документы не фальсифицировали условно. Далее. Третий вариант развития событий. Это самый негативный вариант, когда при смене руководителя предыдущий руководитель изъял документы и не отдает их новому. Он мог их куда-то вывезти из офиса, он мог их там уничтожить, не имеет значения, почему-то не передает. Вот в этой ситуации нам нужно помнить, что закон о бухгалтерском учете, да, он говорит, что новый руководитель должен предпринять все меры, и вообще любой руководитель должен предпринять все меры по восстановлению документации, бухгалтерской документации. Даже если эта документация погибла в пожаре, пропала, была изъята, по каким-либо причинам в потопе утрачено, ее нужно восстанавливать. В полной мере к этой ситуации относится и вот наш рассматриванный пример, когда бывший руководитель собрал документы и не отдает их новому. Соответственно, в этой ситуации следует издать приказ о розыске документов, назначить опять же ответственных лиц, как и в прошлом пункте, направить бывшему руководителю обязательно требования о передаче документов и после этого подать иск об истребовании документов у бывшего руководителя. Если вы сделаете вот эти мероприятия, вероятнее всего суд вы формально выиграете. Получите исполнительный лист, пойдете к руководителю бывшему и будете у него пытаться там их заполучить. Но ограничиваться на этом не стоит. У нас Верховный суд, рассматривая споры о привлечении к субсидиарной ответственности, говорит, что директору стоит предпринять все возможные меры, которые ему доступны для получения документации, ее восстановлению. Поэтому мы также рекомендуем провести следующие мероприятия. Мы рекомендуем провести еще какие мероприятия дополнительно. Следует получить банковские выписки. В этих банковских выписках обязательно посмотреть контрагентов, направить им запросы. После того, как эти запросы будут направлены, можно еще направить запрос в налоговую, там получить книги покупок, продаж. В них будет, опять же, виден еще какой-то перечень контрагентов, в которых можно получить документы. Юридической службе следует поручить ознакомиться со всеми судебными спорами, в которых участвовала ваша компания, оттуда получить документы. И, соответственно, попробовать в банках, например, запросить документы из международной, если были контракты, тоже предоставлялись какие-то документы. В общем-то, все, что может позволить вам получить какие-то документы, документы вашей компании, нужно предпринять. И еще у нас есть государственные органы, регистрирующие, которые могут показать, какое было имущество, зарегистрировано ранее, зарегистрировано сейчас, которое также можно попробовать поискать. Вот если вы предпримите вот эти все меры, и когда-то столкнетесь с вопросом о привлечении к ответственности за непередачу документации, показав это суду, большой долей вероятности суд скажет, да, вы были добросовестны, вы попытались сделать все, что можно, и следует отметить, что необязательно все эти действия приведут к какому-то результату, и у вас появятся документы. Может быть, контрагенты вам не ответят, может быть, у вас там была компания на упрощенке, и книг покупок и продаж нет, соответственно, вы тоже там не сможете направить запросы, просто направите запросы только по выписке. Ничего страшного, да, главное показать, что вы добросовестно пытались документацию получить. Далее, что еще мы рекомендуем? После того, как вам передали документы, их нужно обязательно проверить. Проверка документов позволит вам понять, в каком состоянии дела компании, что у вас имеется, вы поймете, какие у вас есть у компании активы, и, следовательно, предпринять какие-то меры по их фиксации, и в том числе понять, какую дебиторскую задолженность надо взыскать уже поскорее, чтобы не пропустить давность. Надо понять, какие активы отсутствуют, да, и попробовать их истребовать. И для этого вторая часть, вот как раз вопроса о передаче документов, что влечет в субсидиарную ответственность, если вы не передали документы, и это привело к невозможности формирования конкурсной массы. Соответственно, директор вам может передать все документы, а имущество какое-то не передать, которое на балансе числится. И вопросы будут к вам в конце, потому что в процедуре банкротства вам могут сказать, смотрите, вы сменили директора пару лет назад, и два года не пытались истребовать документы, не пытались истребовать имущество, вы продолжали сдавать бухгалтерскую отчетность, вы ввели вполне себе спокойно свою хозяйственную деятельность, да, и значит, это косвенно подтверждает, что у вас все это имущество в наличии было, а на самом деле вам его не передали. Это могут быть какие-то складские запасы. Ну, как правило, самая большая проблема в процедуре банкротства – это запасы, когда огромный склад воздушный, да, и его управляющему передать невозможно, и объяснить, куда эти запасы делись, тоже невозможно, и ответственности не избежать. Так вот, мы рекомендуем после назначения, кроме получения документов, еще провести обязательную инвентаризацию, сдать приказ о проведении сквозной инвентаризации имущества, и проверить все, что у компании есть на балансе, проверить недостачу, и соответствующие вопросы задать материально ответственным лицам, если они есть, и если их нет, то, опять же, бывшему директору. И если вы обнаружите, что имущества не хватает, и именно при смене директора его не передали, то вы помимо истребования документов можете также истребовать у бывшего директора имущество. И это очень вам поможет, опять же, в процедуре банкротства. В общем-то, это такие достаточно простые правила, которые стоит предпринять при назначении директора нового. И, соответственно, мы рекомендуем тезисно наши рекомендации, исходя из всего сказанного. Следует сразу после назначения предпринять меру по получению и восстановлению документов, а также по выявлению имущества компании. После этих мероприятий, вообще при проведении этих мероприятий нужно действовать так, как действовал бы любой добросовестный руководитель. И в случае отсутствия какой-либо документации или выявления недостаточно, надо предъявлять требования как материально ответственным лицам, так и бывшему руководителю, чтобы в будущем вопросы не задавали вам. В общем-то, вот суть нашей первой главы, она заключается в этом. Поподробнее вы можете прочитать, опять же, в книге, и поподробнее уже попонятней почему мы на этом такой акцент делаем, уже когда вы будете слушать моих коллег по поводу субсидиарной ответственности. Да, коллеги, хотел бы дополнительно, чуть-чуть дополнить Кирилла, обратить внимание вот на что. Вот советы, которые он дал, кажутся очень простые, и зачем вообще это все делать? Тебя назначили в компанию, ты занимаешься развитием бизнеса, у тебя там продажи, производство, клиенты, тебя в целом не заботят мысли о какой-то будущей субсидиарной ответственности. Но мы, как банкротные юристы, я, как управляющий, на что обращаем внимание? У нас есть несколько оснований для привлечения к субсидиарной ответственности. Вот про одно из них расскажет чуть позже Анастасия, то, что называется подлинная субсидиарная ответственность. А есть неподлинная, а есть там, где это на самом деле деликт. Ну, просто куча презумпций, которые предусматривают закон о банкротстве. И вот одно из таких самых распространенных в нашей практике – это самое простое основание для ответственности, не передача документов имущества. И что в таком случае мы делаем? Мы просто берем последний из данных бухгалтерский баланс и говорим, отлично, в балансе активов у нас собралось на 100 миллионов, а фактически нет ничего. И когда приходит какой-то руководитель, он там приходит в середине года, в конце года, он начинает сдавать баланс уже за своей подписью. И он подтверждает в балансе все данные, которые были и в предыдущие периоды. И он указывает, что у него есть склад, у него есть дебиторская задолженность, у него есть какие-то нематериальные активы. А есть ли они фактически в наличии или нет, он не знает. И многие потом и говорят, что мне как бы ничего не передали, я как бы вот соответственно, и как сдал, как все сдавали, так и я такой же баланс и сдал. И понятно, что если вы там работаете в рамках общей системы налогообложения и вдруг там оптимизируете НДС за счет склада, то, что мой коллега назвал воздушный склад, то есть что делают многие строительные компании, и это большой риск для руководителей, то когда вы покупаете материалы какие-то, вы покупаете и берете НДС к вычету, а соответственно, когда вы реализуете это в производстве, вы формально должны платить НДС. Но вы просто не проводите эти бухгалтерские операции по своей отчетности. Соответственно, вы дом построили, а материалы как будто бы не все там потратили, а только половину. И сэкономили на этом немало НДС. Но при этом в случае банкротства к вам придут и спросят, а вот запасы, которые здесь есть, они где на самом деле? И руководитель, который пришел в середине года, ему почему надо провести инвентаризацию? Потому что дальше будет отвечать он. Ему скажут, как он будет говорить в судебном заседании, да, в отзыве, что, а мне это все не передавали, я не знаю, что это такое. Но ему скажут, ты баланс сдал за своей подписью, значит, ты подтвердил, что это есть в наличии. И дальше с этим уже сложно будет что-то сделать. Поэтому тут, конечно, какая рекомендация? Все-таки оценивать свои потенциальные риски, если ты соглашаешься на работу в такой компании, которая занимается не самой законной налоговой оптимизацией, ты должен учитывать, что последствия могут быть для тебя очень критичные в части субсидиарной ответственности. И вот обращать внимание на такие вещи, то ты должен прийти и должен все-таки все проверить. Не верить на слово, что бухгалтер сидит и говорит, да, все у нас есть, дебют только вся в наличии. То ты все проверил, все подтвердил, там на всякий случай сверху сделал со всеми контрагентами, у тебя правильная дебиторская, кредиторская задолженность. И все эти документы ты должен где-то сохранить у себя. То есть я не предлагаю уносить из офиса, но ты можешь или сделать копии, или ты их можешь отсканировать. Потому что может так случиться, что у вас будет какой-то конфликт с учредителем. Или вчера мы видели конфликт между семейной парой, бывшей или еще нынешней, когда у нас приходят люди с оружием в офис. И у тебя может потом просто не быть этих документов. И в суде, к сожалению, важно не как было на самом деле, а что ты из этого сможешь доказать. Поэтому вот фиксировать, во-первых, надо все это проверить, а во-вторых, зафиксировать все свои шаги. И когда ты провел инвентаризацию, определил материально ответственных лиц, эти документы очень важно сохранить. Хотя бы в сканах. Чтобы ты сказал, смотрите, запасы отлично есть, но я же не сам хожу в эту сторожу. Да, у меня есть кладовщик, у меня есть охранник, которые этим занимаются. Есть у нас инвентаризация, подписанная с материально ответственными лицами. Это все было на складах. Я как бы организовал эту систему так, чтобы все это было на месте. Если так получилось, что это пропало, то я в этой части ответственность нести не могу. Так, у нас два вопроса, да, по вот этой теме. Кирилл, ты сможешь на них ответить, так как они по твоей теме? Я тоже смогу, но адресуются они тебе. Да, я думаю, я вполне справлюсь. Вопрос от Дениса. То есть, если нет документации по периоду предыдущего директора, то все ответственность несет текущий. Не совсем так и не всегда. Просто, смотрите, при рассмотрении споров и привлечении к субсидиарной ответственности последнему директору скажут, какие меры ты предпринял, чтобы эту документацию получить. И если у тебя ее нет, и ты говоришь, мне ее вот тот не передал, то вы в целом можете ответить вместе. Может быть такая ситуация, когда ответственность понесут оба. И другой момент, как я сказал, если вы уже несколько лет были директором после смены, и когда наступило банкротство, вам уже будет очень сложно доказать, что вам ее реально не передали. Потому что предыдущий директор придет и скажет, я ушел, все документы оставил в офисе, компания два года работала нормально, и мне не задавали никаких абсолютно вопросов. И как бы, а почему сейчас у меня спрашивают, что я какие-то документы не передал? Я фактически все оставил в офисе. Приведет несколько свидетелей, какие-то еще косвенные доказательства приведет. Вот, может быть, вы там операции какие-то совершали по оплате договоров, которые говорите, что вам не передали. И, следовательно, будет вам очень сложно от этих доводов отбиться. Поэтому ответственность может наступить у последнего директора за те документы, которые фактически вам не передали. И вопрос от Татьяны. Какие сроки стоит сделать эту работу по сбору документации, если спустя 6-12 месяцев, то поздно ли это будет? Смотрите, сделать это лучше как можно раньше. Но и 6-12 месяцев – это не поздно. Ну, то есть лучше поздно, чем никогда, давайте уж так. Вы можете и через год обнаружить, что у вас каких-то документов не хватает. Но, опять же, вы столкнетесь с осложнением доказывания, что их реально не было. И вот, как сказал Алексей, самое главное – не сдать бухгалтерскую отчетность с имуществом, которого реально нет. И если вы ее уже сдали, так получилось, и рекомендации эти не слышали ранее, то после обнаружения недостачи какого-то имущества или отсутствия дебюторской задолженности все-таки даже через 6 месяцев или через год направьте все эти претензии и требования предыдущему руководителю, посмотрите, что он ответит, подайте ему, если он не будет отвечать, иски об истребовании документов, подготовьте какую-то документацию, что вы там с сотрудниками пытались найти это все, какие-то акты составьте. И, соответственно, уточните отчетность. Если вы ее уже реально сдали, и вот этим вот складом, которого реально нет, то лучше уточниться. Потому что так вы хотя бы как-то сможете в банкротстве объяснить, что да, там у нас были сложности, да, там, может, не хватало сотрудников для проведения этой работы, там, не до этого было, может быть. Но в какой-то момент мы разобрались, все сделали, все меры предприняли. Если этого не сделать совсем, будет гораздо хуже. Ну, наверное, вот по этим двум вопросам все, да, в конце появятся какие-то дополнительные, мы на них также ответим. Да, коллеги, вот по первому вопросу хотел бы дополнить, да. Вот как Кирилл отметил, каждый должен вести себя добросовестно. И ответственность у вас будет не только за то, что там документов нет за предыдущий период, но и потому что вы их не истребовали. Потому что вы добросовестно должны были прийти и истребовать эти документы, собрать их. И поэтому, если вы это не сделали, и теперь у нас нет документов, то это тоже самостоятельное основание для ответственности. Поэтому в этой части к документам и к содержанию баланса на начальный период вашей деятельности надо подходить максимально ответственно и внимательно. Еще буквально добавлю к тому, что говорит Алексей пару слов. Мы в своей книге описали то, с чем мы сталкиваемся на практике. С теми ситуациями, которые реально приходят на клиенты и говорят, а у нас вот так. Приходим в суд защищать кого-то от субсидиарной ответственности, а нам суд говорит, а что ты не истребовал? И вот эта позиция, что я не истребовал, ладно, ну что меня за плохое поведение наказывать, у меня ведь реально нет этих документов, я не могу их передать. И вроде как логичная позиция. Надо в принципе истребовать то, чего у меня нет, нельзя. Но суды привлекают субсидиарки за это. Может казаться это несправедливым. Взгляды могут быть разные, да. Но мы говорим о той реальности, с которой мы сталкиваемся постоянно. Вот это вот обсуждение законодательства, что вот тут вот так должно быть, а здесь не так. Далеко можно с этим зайти. Мы хотим, чтобы вы, почитав нашу книгу, понимали, что реально существует на практике. Какие-то несправедливости, какие-то, может быть, даже противоречия в правоприменительной практике, но тем не менее они есть. И лучше быть готовым вот к этому всему. Да, коллеги, иногда, конечно, приходят клиенты, которые говорят, что я сейчас напишу в Госдуму, нам надо поменять закон. И есть такие истории, да. Но мы такие советы не даем. Соответственно, переходим к следующему разделу, к ответственности за неподачу заявления о банкротстве. И про это нам расскажет Анастасия Лысенко. Итак, мы переходим к следующему основанию для привлечения к субсидиарной ответственности, а именно за неподачу заявления о банкротстве. Как уже сказал Алексей, данная ответственность относится к подлинной субсидиарной ответственности. И она находится, она, как кажется, на мой взгляд, находится единственная на стыке не только права вирспуденции, но также экономики и стратегического планирования. То есть данное основание будет тестировать вашу бизнес-стратегию на то, насколько она отвечает требованиям гибкости и способна ли она адаптироваться под изменения рынка. В первую очередь нужно сказать о том, что эта обязанность, она предусмотрена в статье 9 закона о банкротстве и предусмотрены также сроки, в которые руководитель добросовестно должен подать данное заявление. Он должен сделать это не позднее, чем через месяц даты возникновения перечисленных в указанной статье условий и в течение 10 дней с момента выявления ликвидационной комиссии признаков банкротства. Если мы проанализируем статью 9 закона о банкротстве, то можно увидеть о том, что все условия и основания для подачи заявления банкротства можно условно разделить на два больших блока. Это когда руководитель сам видит, что есть какие-то признаки для того, чтобы подать данное заявление, именно признаки неполучеспособности или у него недостаточно денежных средств для того, чтобы рассчитаться с кредиторами в течение, допустим, более чем трех месяцев. И второй блок – это когда иным органам, помимо единоличной исполнительного органа, принято решение об обращении с заявлением о банкротстве. И тогда уже директор просто обязан, уже второй раз обязанность его подтверждается, обратиться таким заявлением в суд. Ответственность у нас установлена в статье 61 прим. 12 закона о банкротстве, и там она раскрывается в полной мере. Как видно, некоторые условия из первой названной группы, они носят такой формальный характер, и их можно довольно легко установить. Например, имеется непогашенная в течение более чем трех месяцев задолженность по выплате заработной платы, оплату труда, выходных пособий. Это можно действительно легко соотнести по цифрам и обнаружить, подать заявление. Однако большая часть этих условий уносит такой субъективный характер, такой оценочный, имеет смысл. А именно, допустим, когда имущество, которое есть у должника, оно подлежит обращению с залоговым кредитором или в рамках ареста. И после этого имущество, которого у должника остается, становится недостаточным для того, чтобы продолжать деятельность компании. Здесь нужно понимать, чем занимается компания. Действительно ли это имущество является образующим для деятельности, или у компании есть еще иные варианты в его хозяйственной деятельности, за счет которой компания может продолжать извлекать прибыль и рассчитываться со своими кредиторами. И в целом, если мы не будем говорить какие-то очевидные основания, когда директор должен подать данное заявление, то можно сконцентрироваться на более неоднозначных кейсах. Допустим, суды уже давно указывают на то, что само по себе наличие кредиторской задолженности, даже той, которая превышает количество имущества у компании, в целом является довольно обычным явлением. Все компании так или иначе живут в кредит, особенно крупный бизнес или средний. И это в целом нормально. И формальное превышение кредитных обязательств еще не является основанием для обращения в суд с заявлением о банкротстве. И равно как и уменьшение активов тоже не является таким основанием само по себе. Однако мы должны понимать, что это все не является основанием для подачи заявления о банкротстве, только если у директора есть экономически обоснованный и разумный план для преодоления вот этих дисбалансов в булгартерской отчетности. И иногда директор отрицает наличие, действительно отрицает наличие признаков банкротства, указывая о том, что у должника есть имущество достаточно для того, чтобы он мог погасить кредиторскую задолженность. Здесь суды начинают исследовать состав, структуру этого имущества и как с помощью этого имущества директор планировал преодолевать кризисные явления в деятельности компании. Возможно ли было за счет реализации этого имущества погасить кредиторскую задолженность? Или, может быть, за счет этого имущества компания планировала дальше извлекать прибыль в размере достаточном для того, чтобы можно было погасить кредиторскую задолженность? То есть здесь директор, когда рассчитывает на то, чтобы избежать ответственности за неподачу заявления по причине наличия имущества, он должен в первую очередь продумать, как за счет данного имущества он полагает, возможно, вывести должника компанию из имущественного кризиса. Если у него такого, хотя бы приблизительного контура плана нету, то это будет проблемой, потому что в суде он не сможет объяснить данное обстоятельство суду, что он может негативно сказаться на общей картине в глазах суда, фактическое обстоятельство. И вот если мы говорим про то, что директор должен действовать разумно, добросовестно, то мы должны понимать, что предпринимательская деятельность по своему определению является рисковой, деятельностью, это следует из ее определения, и суды в целом ссылаются на эту позицию и понимают о том, что действительно иногда бывают спады, иногда бывают падения. Но когда дело доходит до банкротства, когда дело доходит до субсидиарной ответственности, критерии к оценке действия директора, критерии к его добросовестности, они кратно повышаются судами, и уже все действия директора рассматриваются под лупой. И здесь очень важно для директора, для руководства фиксировать обоснование своих управленческих решений в период кризиса компании. То есть, когда директор понимает и совершает действия для того, чтобы вывести компанию из финансовых сложностей, он не должен забывать и о том, что впоследствии, возможно, ему придется спасать самого себя. И оценивать все свои действия и управленческие решения исходят в том числе и из своей позиции. И очень часто, несмотря на то, что в законе такое условие отсутствует, но Верховный суд своей практикой еще с 2017 года определил, что это обстоятельство нужно исследовать. Какое это обстоятельство? Это момент объективного банкротства. Судебная практика довольно много копий сломала, то пытаясь определить, что такое объективное банкротство. Но вот то изначальное определение, которое дал Верховный суд, это то, что объективное банкротство это критический момент, в который должник из-за снижения стоимости чистых активов стал не способен в полном объеме удовлетворить требования кредиторам, в том числе по уплате обязательных платежей. То есть здесь подлежит установлению именно критический момент, когда уже прошла точка невозврата и когда действительно ни деятельность компании, ни ее имущество не может вывести компанию, фирму в русло нормальной хозяйственной деятельности, а не просто то, что он должен выходить из имущественного кризиса. И здесь основные сложности возникают при том, что директор не может обосновать разумность своих действий, в том числе без действий. Иногда это тоже имеет место быть. И в основном это происходит из-за того, что он не может представить необходимые доказательства. Несмотря на то, что пока презюмируется, констатируется, что у нас процесс ребятражный является устным, по факту суд прежде всего смотрит на письменные доказательства, которые представлены материалы дела. Которые он может описать в решении. И когда директор говорит о том, что вот я хотел, вот я вел переговоры с кредиторами, суд прежде всего спросит, а где доказательства, что вел какие-то переговоры. То есть все нужно фиксировать. В первую очередь, когда директор понимает о том, что он должен как-то выводить компанию из финансового кризиса, он должен себе представить некую последовательность действий, которые он хочет предпринять для восстановления финансовой устойчивости компании. То есть это ни в коем случае не должны быть хаотичные действия. Вот сегодня я возьму здесь микрокредит, закрою вот этот долг, там я продам какое-то имущество, расплачусь этими кредиторами. И в итоге оказывается, что должник в банкротстве уже много раз перекредитован, имущество продано по низкой стоимости, потому что нужно было продать быстро и расплатиться. Нет, действия не должны иметь хаотичный характер, все должно быть спланировано и продумано. Директор в целом не обязан сам разрабатывать этот план. Он может обратиться к ключевым сотрудникам компании, чтобы они помогли ему разработать этот план. Возможно также заказать аудит у профессиональных лиц и дать им прямое задание на разработку и представление предложений по финансовому оздоровлению. Форма консультации директора с третьими лицами зависит от масштаба в деятельности компании. Также полученный результат, который может быть сфиксирован либо в неком плане, в неком отчете, может быть вынесен на утверждение коллективного органа, то есть на собрание акционер, или принят в качестве внутренней стратегии, стратегии компании, а также доведен до ключевых сотрудников компании. Это, например, может быть главный бухгалтер, заместитель директора или кто-то еще, кто принимает ключевые решения в компании. Обязательно нужно зафиксировать о том, что данный план доводился до их сведения, возможно провести протокол совещания о том, что вот директ, чтобы вы потом впоследствии могли доказать, что вы действительно разработали этот план, что вы его довели до сотрудников и все вместе к нему шли. Почему важно иметь такой план? Потому что когда вы этот план разрабатываете, вы смотрите на внешнюю макро- и микроэкономическую ситуацию, которая происходит на рынке у вас непосредственно в компании. И уже со ссылками на текущую ситуацию вы можете составить этот план и обосновать, почему в конкретный момент времени этот план был экономически обоснован. Потому что спустя несколько лет, когда будет рассматриваться заявление о привлечении к субсидиарной ответственности, вы можете уже и не собрать необходимые доказательства, которые подтвердят о том, что в тот момент времени, когда вы предпринимали эти действия, вы действительно действовали разумно, исходя из имеющихся обстоятельств. В целом, Верховный суд нам говорит о том, что разумный план – это тот, который в конкретный момент принятия управленческого решения с большей долей вероятности позволит компании изыскать дополнительные ресурсы для расчетов с кредиторами. То есть это не просто план, чтобы держать компанию на плаву, когда вот уже все, невозможно ее восстановить. Нужно разработать план, чтобы он мог, во-первых, вывести компанию плюс, а во-вторых, рассчитаться с теми кредиторами, которые уже есть. И в целом, здесь еще раз обращаем внимание на то, что важно фиксировать все принимаемые решения. Их обоснование, содержание и результаты этих решений. И есть решения управленческие, которые суды воспринимают позитивно, а есть те, которые негативно. У нас нет цели учить, как обходить налоговое законодательство, поэтому вот такие негативные варианты мы рекомендовать не будем. Однако разумный экономический план может включать в себя, допустим, оптимизацию, ликвидацию обособленных подразделений, диверсификацию деятельности компаний, заключение новой компании, работа с дебюторской задолженностью, взыскание дебюторской задолженности, претензионный порядок, введение переговоров с кредиторами по реструктуризации задолженности. Все это должно быть зафиксировано, все переговоры должны быть зафиксированы. Это возможно сделать путем аудиопротоколирования, переписки с официальных аккаунтов, не в WhatsApp, не в Telegram, потому что там сложно будет доказать. Возможно, но сложно. Зачем эти сложности, если можно заранее подготовиться к тому, что доказательства нужно будет представлять. Также составление протоколов, встреч, подписание неких проектных соглашений, шаблонных, которые зафиксируют о том, что да, мы достигли какой-то договоренности, но пока она еще не официальная, но в целом переговоры ведутся. Поэтому по этому основанию важно все фиксировать, что вы что-то предпринимали, и важно обращать внимание о том, что ваш план должен быть разумный в конкретный момент времени. И в том числе учитывать изменяющийся рынок и, возможно, как-то планировать свои действия с учетом этих изменений. И сколько целью правового регулирования рассматриваемого состава является предотвращение третьих лид отступления в правоотношения с неисплотизошпособной организацией, то ответственность за такую, например, ответственность за неподачу заявления о банкротстве тоже имеет свою специфику. А именно, он рассчитывается, исходя из тех требований кредиторов, которые возникли после того, как директор осознал возможность, осознал необходимость обращения в суд с заявлением о банкротстве, и осознал, и когда он должен был обратиться, но не обратился. И вот с этого момента, если он вступит в какие-то правоотношения от имени компании с третьими лицами, с другими контрагентами, не сказав им и не уведомив их в том, что компания находится в бедственном финансовом положении и, возможно, не сможет с ними рассчитываться, то здесь действительно ответственность наступит. Поэтому в этих случаях, в судебных заседаниях суд устанавливает наличие или отсутствие у должника обязательств, возникших по истечении месячного срока исчисляемого со дня, когда контролирующий должника лицо должно было поддать это заявление об опросе. А также наличие или отсутствие вступления в правоотношения с должником контрагент в условиях сокрытия одних признаков несостоятельности должника. Поэтому данное основание, все, что было сказано, это все очень важно. Еще раз фиксируем все принимаемые решения, разрабатываем разумный план и смотрим на то, чтобы, когда у вас есть какие-то турбулентности в финансовом положении, уведомляйте своих контрагентов о том, что есть некие сложности у компании, но вы их планируете преодолеть. В целом, по данному основанию, пока все. В нашей книге дополнительно еще расписаны основания, особенности основания ответственности учредителей компании, особенности применения мораторий, которых было уже два больших по этому основанию, а также расписаны основания для привлечения директора в сфере ЖКХ. Там тоже есть своя специфика, но о ней вы подробнее сможете прочитать в нашей книге. Спасибо, Анастасия. Вот вопрос вижу, дайте уже книгу. Смотрите, сейчас я снова запущу нашу чудесную презентацию. И вот смотрите, внизу слева у нас есть ссылка на сайт. На сайт можно зайти, на главной странице, там у нас есть большой баннер, получить книгу, заполняйте форму, вам книгу соответственно вышли. А вот также внизу справа ссылка на наш телеграм-канал. Я в прошлый раз не сказал, где она находится. Понимаю, что многие не нашли. Теперь можете подписаться. В общем, коллеги, части ответственности за неподачу заявления о банкротстве – это более сложное основание ответственности, чем передача имущества. Здесь, как Анастасия сказала, есть споры, когда было объективное банкротство, в какой момент, плюс когда руководитель должен был это обнаружить, и, соответственно, там суды некоторые назначают экспертизу по объективному банкротству, некоторые назначают что-то другое, чтобы понять, когда эта дата была, потому что Верховный суд сказал, что это вопрос права, а не факта, и поэтому к экспертам тут по этим поводам вообще-то обращаться не стоит. Но в большинстве случаев, когда мы сталкиваемся с ответственностью за неподачу заявления о банкротстве, позиция руководителя, она заключается примерно как в том знаменитом видео, у нас был какой-то план, и мы его придерживались. И вам просто надо фиксировать. Понятно, что у вас действительно был какой-то план, что вы пытались что-то делать, но вам надо все это облачить в бумажный вид, чтобы при необходимости через много лет, это вот следующий вопрос, да, соответственно, когда, как долго хранить документы. Как долго хранить документы у нас есть в известном и популярном телеграм-канале есть пост, который называется «Когда перестать бояться?» По-моему, так, сроки по привлечению к субсидиарной ответственности. Так вот, с середины 2017 года у нас срок для привлечения к субсидиарной ответственности отсчитывается как три года назад до появления признаков объективного банкротства. И максимальный срок – 10 лет. То есть получается, что вы, соответственно, могли очень давно покинуть компанию, перестать в ней работать, но компания попала в банкротство, и к вам придут и скажут, а вот смотри, вот здесь, там, не знаю, летом 21-го у компании, кажется, все плохо было уже, а ты заявление вот не подал. И, соответственно, дальше у тебя будет ответственность. Поэтому вот, к сожалению, сейчас у нас законодательство и судебная практика складывается таким образом, что хранить эти документы там надо не пять лет, как у нас там, да, срок бухгалтерского хранения документации, а 10 лет, и плюс вам надо еще следить там, да, а не было ли подано заявление о банкротстве. Вы перестали относиться, там, это вот, мы уже, скажем так, переходя к моей теме контроль за процедурой, вы перестали иметь хоть какое-то отношение с компанией, да, вы ушли, да, а в компании такое могло случиться, что она через пять лет попадет в процедуру, потом там скажут, что бухгалтерскую отчетность, которую все вы сдавали, что она была на самом деле недостоверная, что признаки у вас там появились давно, да, начнут оспаривать какие-то сделки, скажут, что вот были платежи с сомнительным компаниям, и вы с этим всем, да, приедете к спору о привлечении тех, кто там рядом с компанией стоял, в обсидиарной ответственности. Поэтому хранить надо документы минимум 10 лет и проверять при этом, а не подано ли заявление о банкротстве, следить за компаниями, то есть если у нас сейчас подписываются на контрагентов компании, да, чтобы проверять, там, никто ли не ликвидируется, не банкротится, то бывшим руководителям, там, и не только руководителям, а всех, кто может быть признан контролирующим должника лицом, там, там, исполнительный директор, это может быть, да, это участники, члены совета директоров, члены правления, надо следить за своими бывшими работодателями, все ли у них по-прежнему отлично. А если нет, то стоит начинать поднимать переписку, смотреть, а где какие документы у них сохранились. И в этой части, да, мы рекомендуем хранить документы достаточно долго. Так вот, переходя к контролю за процедурой банкротства, многие таким образом относятся к делу о банкротстве, они считают, что это уже не столько моя проблема, сколько проблема кредиторов. Я тут все, что надо, сделал, и, соответственно, ушел на этом в закат. Сами дальше разбирайтесь. Но дальше могут возникнуть сложности, которые могут привести вас к субсидиарной ответственности. Поэтому в самом начале надо следить за процедурой и следить за тем, что там происходит. Могут быть какие-то приняты судебные акции, в которых будут установлены обстоятельства, которые в последующем лягут в основании вашей субсидиарной ответственности. Например, там по каким-то требованиям скажут, что вот уже здесь должник не исполнял свои обязательства. И дальше ретроспективно арбитрарный управляющий когда будет собирать баланс на какую-то дату, он скажет, смотрите, вот если я беру реестр, у меня в реестре требований на тот момент, вот у меня в реестре сейчас требований столько, которые вот на старый момент уже существовали тоже, да, а в балансе у нас кредиторской задолженности сильно меньше. Поэтому тут надо держать руку на пульсе. Конечно, об этом я скажу позже, там гипотетически есть возможность пересмотреть те судебные акты, но суды очень неохотно используют этот механизм, и там вот по нашим наблюдениям, большинство дел по пересмотру, они все-таки заканчиваются неудачно. Так вот, что мы можем делать в наблюдении? Наблюдение, казалось бы, самой первой процедурой, которая не такая важная, но тем не менее, да, необходимо заявлять возражения по требованиям кредиторов, если у вас есть какие-то там основания полагать, что требования не все достоверны. Участвовать в заседаниях по обжалованию сделок, хотя в наблюдении обжаловании сделок это достаточно там, да, необычная процедура, так как обжалуются сделки только те, которые были совершены в наблюдении. Да, и обжаловать действия без действия временного управляющего, если вы видите такие основания. Это вот то, что вы гипотетически, да, можете делать в процедуре наблюдения. Как это все можно реализовывать? Во-первых, необходимо избрать представителей участников. То есть в целом вот со стороны КДЛа могут быть самые разные там лица, которые представляют его интересы. И все эти опции стоит все-таки иметь в виду, поскольку участвовать только как контролирующий должника лицо, а Верховный суд предоставил такое право, этого недостаточно будет, и суды будут к этому, могут относиться несколько негативно. Об этом я скажу позже. То есть вот на слайде мы показываем, каким образом, какие права есть у представителей участников. И представитель участников у нас может появиться уже в процедуре наблюдения, как участник арбитражного дела о банкировстве. И что важно, избрать его надо, об этом мы в книге пишем подробно, в процедуре наблюдения. Потому что в последующей процедуре, там конкурсного производства, или там вдруг у вас случайно внешнее управление будет, вы не сможете это сделать. Есть судебная практика, и мы вот в своей книге, мы не просто описываем, те советы, которые у нас есть, мы подкрепляем это ссылкой на судебные акты. Мы указываем, что есть, например, суды, которые поддерживают вообще очень странную позицию, что в процедуре конкурсного производства уже нельзя избрать представителей участников, потому что у нас в законе о банкротстве в конкурсном производстве уже такие права как будто бы не предусмотрены. для бывших учредителей. У них есть перечень прав, который предусмотрен в статье, по-моему, 126 закон о банкротстве, и, соответственно, в этот перечень не входит возможность, да, 126, в этот перечень закон не предусматривает возможность избирать представителей участников. Все, вы избрать его не смогли. Также надо понимать, что представитель участников избирается на общем собрании участников, или акционеров, а его проводит по общему правилу руководитель компании. А руководителем компании в конкурсном производстве является конкурсный управляющий. Есть судебные акты, где участники пытаются обязать управляющего провести такое собрание. И суды иногда отказывают в этом и говорят, что нет, он не обязан это делать, хочет проводить, не хочет, не проводит. Соответственно, сложности могут возникнуть на этапе конкурсного производства, поэтому избрать представителей участников стоит заранее, и он может начать у вас действовать в процедуре наблюдения, ознакомиться со всеми требованиями, обжаловать судебные акты, возражать по требованиям. Также мы описываем там ситуации, когда вы из-за корпоративного конфликта не можете избрать одного представителя, там, да, Верховный суд там говорит, окей, действуйте, несколько там проблем таких нет. Кроме того, очень важно, после того, как вы избрали представителя участников, уведомить об этом суд и уведомить не только о том, что он у вас появился, да, но и о адресе, по которому стоит направлять все уведомления. И тут важный момент, да, у нас представитель участников будет последующим основным участником дела о банкировстве, и суд должен будет уведомлять его о всех принятых судебных актах и о том, что какой-то новый обособленный спор начинается. Если такое уведомление не произойдет, то это будет являться в том числе основанием для отмены принятого по делу судебного акта. Поэтому представителей участников избирать надо всегда. Следующие моменты, которые важны, и опции, которые у вас есть. Участвовать в деле о банкротстве от имени контролирующего должника лица. Здесь на что стоит обратить внимание. У нас закон о банкротстве в 34-ю статью добавил почти два года назад возможность контролирующего должника лица подать ходатайство. На любом этапе, в том числе в наблюдении, вы можете подать ходатайство и сказать, я тут когда-то был контролирующим должника лицом, и гипотетически решения, которые будут приниматься по делу, они могут повлиять на размер моей субсидиарной ответственности. Прошу суд допустить меня участвовать в деле о банкротстве. Суды в таких случаях, конечно, допускают, но здесь возникает какой момент, да, хоть и написано у нас в 34-й, что там подача такого ходатайства не означает признание вины. Но, может быть, вы там не настолько очевидное контролирующее должника лицо. Например, вас КДЛ могут признать только исходя из того, что вы выгодоприобретатель от деятельности. Да, там структура деятельности была такая, что там, например, должник, это, там, торговая компания у вас производственная, но связь неочевидная. Поэтому в таком случае вам вот этот метод не подходит и не надо его использовать, потому что в последующем скажут, ну, ты хотя бы в контроле признался и, соответственно, отвечать будешь по субсидиарной ответственности. Но участвовать, тем не менее, надо, потому что это же 34-я статья нам говорит о том, что если КДЛ не подал такое ходатайство, то в последующем он не может пойти пересматривать судебные акты, принятые без него. То есть, каким образом здесь развивалась судебная практика? Сначала у КДЛ не было права обжаловать судебные акты, принятые там по результатам рассмотрения требований кредиторов, оспаривание сделок каких-то. И, соответственно, когда к нему приявлялось требование о привлечении к субсидиарной ответственности, он ушел и пытался это пересмотреть. Ему отказывали, сказали, ты не лицо, участвующее в деле, и вообще зачем тебе все это пересматривать. Конституционный суд сказал, что так делать нельзя, что надо все-таки давать возможность контролирующим лицам пересматривать те судебные акты, потому что они им противопоставляются. И вслед за Конституционным судом Верховный суд также вынес несколько таких судебных актов. Законодатель внес изменение закона о банкротстве, и он решил, что все-таки, если мы предусмотрим именно такую процедуру, что появляется у нас КДЛ как ответчик в деле, и потом он идет проверять все дело, то это очень сильно затянет дела о банкротстве. Поэтому законодатель сказал, что нет, ты давай сразу, вот у нас дело идет, сразу включайся, товарищ. И это опять мы возвращаемся к вопросу, а как долго хранить документы? Если вы там были 5 лет назад в этом деле, то тем не менее у вас гипотетически есть риск, что и вас здесь привлекут субсидиарные ответственности. И то есть вы в целом, да, можете подать ходатайство и сказать, я тут был руководителем 5 лет назад, можно я хотя бы тут постою, посмотрю, хотя бы если там требования будут включаться, которые возникли в мой период, я там что-то могу, какие-то пояснения здесь представить. Также у КДЛ, вот в этой части, но не только у КДЛ, и вот про там кредиторов, соответственно, мы сейчас чуть позже скажу, есть право пересматривать судебные акты, которые были приняты не в рамках дела о банкротстве. То есть, например, у нас какой-то кредитор основывает свои требования на решении суда, а вы в том споре не участвовали и не согласны с ним. У вас есть право, там как у кредиторов, так и у КДЛа пойти и попытаться пересмотреть тот судебный акт. Также это касается по решениям, вынесенным по спорам с налоговым органом. Да, у нас есть примеры таких дел, когда КДЛ шли и пересматривали там решение налоговой проверки. Но делать это все надо сразу, а не когда вы появляетесь как ответчик по заявлению о привлечении к экспсидарной ответственности. Потому что, ну и тут там есть упрощенная несколько процедур. Если в целом вы хотите участвовать, как КДЛ вы подаете ходатайство, вас привлекают. Если вы уже являетесь ответчиком по заявлению, то вам не надо подавать никакое ходатайство, вы уже участвуете в деле во всех спорах. В каких именно, да, у нас закон говорит, что в спорах, которые касаются там размера ответственности, то есть основания ответственности, но по факту это все споры, которые есть в деле о банкротстве. Да, это у нас и требования, это у нас и сделки, и порядок продажи, то есть это и лимиты, то есть все споры там сутевые, вы на них можете каким-то образом влиять. Так вот, второй способ контроля за процедурой, да, это покупка прав требований к должнику. Это тоже стоит всегда делать, потому что к позиции даже миноритарного кредитора в суд относится лучше, чем к позиции участников и руководителей, потому что у нас есть, соответственно, некоторые такой, там, да, отчасти, там, не у всех, но встречается обвинительный уклон. И поэтому, когда там приходит КДЛ и начинает что-то рассказывать, это как бы один вопрос там, да, и пытается отстранить, например, управляющего, который ведет себя плохо, да, все говорят, так он это делает, чтобы избежать ответственности. А когда приходит миноритарный кредитор, да, даже миноритарный, то к нему, к его позиции относятся по-другому. И кроме того, здесь стоит обратить внимание, что у кредиторов несколько больше прав, чем у КДЛ и представителей участников, потому что кредиторы, среди прочего, там, да, могут попытаться оспаривать сделки должника самостоятельно. Поэтому могут также кредиторы подавать заявление о привлечении кого-то, там, другого к субсидиарной ответственности. Потому что если у вас вдруг там был какой-то корпоративный конфликт, вы понимаете, что там процедура ведется таким образом, что вас здесь оставят крайним. И вы, как ответчик, можете прийти в заявление о привлечении к субсидиарной ответственности сказать, а почему же здесь нету еще пятерых человек рядом со мной, которые вот это все делали. И такая ситуация может сложиться, что вам скажут, но нету и нету, да, ты как ответчик не можешь ходатайствовать о привлечении их дополнительно сюда в качестве соответчиков или третьими лицами. Гипотетически, да, вы можете написать требование управляющему, потом обжаловать его бездействие. Или он вам ответит, что я не вижу здесь оснований. Но это все очень долгий путь и непонятно, приведет ли он к результату, а если у вас будет хоть небольшой, но очень гордый кредитор, он сможет самостоятельно подать такое заявление и вам это очень сильно упростит задачу. Следующий важный момент это покупка части дебиторской задолженности. Так бывает иногда, что какие-то ключевые вопросы в деле для банкротства разрешаются не в рамках банкротного дела. Например, в нашей практике была какая-то ситуация, когда мы сопровождали банкротство крупной и достаточной компанией и один из самых крупных кредиторов, у него была задолжена около 400 миллионов, основывал свои требования на том, что он являлся подрядчиком, а наш должник заказчиком по договору строительного подряда на 10 миллиардов рублей и говорил, что ему недоплатили 400 миллионов. Должник же в свою очередь настаивал на том, что это не ему недоплатили, а что и причиной всего банкротства было то, что этот подрядчик плохо отработал свой проект, что он пропускал сроки, привлекал не тех субподрядчиков, покупал неподходящее оборудование, которое потом пришлось заказывать заново. И из-за этого вне банкротства возник отдельный спор, когда должник еще в процедуре наблюдения подал иск к своему кредитору и взыскивал с него 1,6 миллиарда рублей задолженности, которая возникла в связи с некачественным оказанием, выполнением подрядных работ. И все это было замечательно до того, пока не открылось конкурсное производство. Когда появилось конкурсное производство и появился управляющий, которого избрал в том числе этот кредитор, управляющий не захотел поддерживать этот иск. Он от него, конечно, не отказался, но он участвовал очень пассивно, а там было больше 200 томов материалов дел. Там очень объемный контракт был и очень много пояснений надо было представлять. Кто мы в таком случае сделали? Мы понимаем, что у нас будет конкурсное производство неизбежно. Мы уступили часть дебиторской задолженности и уступили ее по номиналу. То есть мы купили какой-то 0,01% требований на 1,6 миллиона рублей из 1,6 миллиарда. И мы соответственно купили требования таким образом, что во-первых по номиналу, чтобы никто не вдумал это оспаривать, вреда никакого здесь должнику нет. А во-вторых мы купили это требование таким образом предусмотрели супраординацию в отношении с должником, что мы купили самые последние 1,6 миллиона рублей из всей задолженности в 1,6 миллиарда. И соответственно если бы кто-то захотел погасить наши требования, мы дальше как бы перечисляем деньги должнику и продолжаем участвовать, потому что говорим мы обязаны ему перечислить, а здесь мы бьемся за свой последний самый кусочек. Суды это все поняли, здесь не было никакой хитрости, мы не считаем, что судьи не догадались в чем схема, мы пришли и прямо сказали, что мы здесь сопровождаем деятельность должника, мы понимаем, что управляющего избрал в том числе ответчик по этому спору, и мы полагаем, что управляющий будет плохо вести это дело. Поэтому мы здесь сопровождали это дело, там было два круга докассации, мы там выиграли в первой инстанции те 1,6 миллиарда, и только мы, соответственно, очень маленький кредитор в этом деле на 1,6 миллиона из полутора миллиарда, столько он подавал апелляционные, кассационные жалобы, отзывы на это все, ну и в последующем дело разрешилось успешно, поскольку было достигнуто мировое соглашение у нас и в рамках этого спора, и в другом, и наши клиенты не были подвлечены к субсидиарной ответственности. Поэтому контролировать процедуру очень важно. мы в этой части какие даем рекомендации, что активно надо участвовать во всех процедурах, это и наблюдение, и финансовое оздоровление, и участвовать с разных лиц, покупать часть задолженности, участвовать как представители участников, можно участвовать как КДЛ, и в любом случае на начальном этапе у вас это могут быть разные лица, чтобы не показывать прямую связь, но когда суд поймет, что вы не вводите в суд заблуждение, не пытаетесь дотянуть дело, а пытаетесь рассказать действительно, как это все было на самом деле, пытаетесь привлечь виновных к ответственности, вы можете уже прямо говорить, да, это наши требования, мы здесь участвуем, поскольку у нас не хватает прав, как у КДЛ, мы здесь участвуем, в том числе как кредитор, поэтому мы подаем вот такие заявления, и наш опыт показывает, что там в последующем такая открытость, она помогает работать судом и помогает соответственно вам. На этом, коллеги, у меня все, еще раз вот ссылка на QR-код на наш телеграм-канал, внизу тоже ссылка, можете подписаться, слева ссылка на сайт, на сайт можно зайти на главной странице, заполнить форму и скачать книгу, также ее можно скачать, скачать, купить на сайте статута, да, у нас эта книга, она не поможет сильным банкротным юристам, потому что там нет ничего нового, и мы пытались ее писать не таким образом, чтобы сказать что-то новое в банкротстве, да, мы пытались ее писать для тех, кто, во-первых, не разбирается в банкротстве, и у нас позитивные отклики от многих компаний, там, на сайте нашего спецпроекта можно зайти, а спецпроект тоже можно попасть, это вот у нас наш сайт слева, да, можно зайти на него, и там сверху есть кнопочка спецпроекта, да, туда перейти, у нас там есть отзывы там и там от руководителя судебного департамента Почты России, и там из Сибура, из РНОВ, из Промсвязьбанка, да, которые говорят, что книга полезна, она полезна и как разобраться в банкротстве, там, основания спаривания сделок, субсидиарная ответственность, так и полезна людям, которые в этой, к юриспруденции отношения не имеют, мы попытались более простыми словами все изложить, чтобы, соответственно, руководитель мог прочитать и понять, а что ему стоит делать, а что ему делать не стоит. Так, коллеги, на этом у нас все, давайте мы сейчас ответим на вопросы, если они есть, да, и будем завершать нашу работу. Так, вопрос от Алексея. Если директором является юридическое лицо, то такое юридическое лицо и его руководители и собственники могут быть, конечно, могут быть, у нас тоже такой опыт есть неоднократно, здесь фактически контролирующим лицом у нас будет как само юридическое лицо, управляющая компания, так и ее руководитель, и по общему правилу они несут солидарную ответственность, то есть у нас, если что-то сделал управляющая компания, она сделала руками своего руководителя, Поэтому ответственность у них будет солидарная, так как они вместе это делали. И здесь стоит обратить внимание снова на наш телеграм-канал. Там у нас есть замечательный пост. Это единственный случай в практике, который мы видели, когда нам удалось доказать, что руководители управляющей компании и управляющие компании не должны нести солидарную ответственность. Когда мы их разделили, и у нас фактически был привлечен к обсидарной, взысканные убытки были только руководители управляющей компании, за действия, которые совершила она. И она была девушкой-руководителем. А саму управляющую компанию к убыткам не привлекли. Нам удалось ее защитить. Поэтому, коллеги, если еще есть какие-то вопросы, мы готовы на них ответить. Если нет, то скачивайте книгу, читайте, учитывайте все это в своей практической деятельности. И будем надеяться, что вам все эти советы не пригодятся, и банкротство обойдет вас стороной. Спасибо огромное. Но мы поможем вам восполнить этот пробел. По поводу книги, я ее рекомендую всем на самом деле, потому что, если даже вы опытные юристы, не помешает иметь под рукой такую полезную книгу. Спасибо большое, что... Подождите, подождите, что-то вот наш внимательный маркетолог подсказывает, что вопросы же заранее были присланы. А, да-да-да. Которые мы отправим в книгу, чтобы они сами нашли ответы на них. Так, давайте сейчас мы на эти вопросики ответим. Там было, насколько я помню, пять вопросов. Так, сейчас я их найду. Так, так, так. Также наш маркетолог еще попросил подписаться на телеграм-канал, кто еще не успел это сделать. Друзья, мы еще и в рассылку сделаем. Я знаю, что иногда бывает во время эфира неудобно, но ссылку на телеграм-канал и на скачивание книги тоже обязательно все включим. Это так, что ждите наплыва гостей. Я нашел вопросы. Да, давайте. Вот первый вопрос от Марины. Вопрос звучит таким образом. У двух юридических лиц одинаковый состав собственников. Одно лицо должно другому подговору поставки. Погасить долг не может. Если лицо должника объявляет себя банкротом, какие дальнейшие развития событий с учетом того, что собственники одни и те же? Здесь, смотрите, само по себе у нас как будто бы есть принцип ограниченной ответственности, но в банкротстве как будто бы он не очень часто работает. Здесь о чем идет речь? Что у вас еще и долг по договору поставки, возможно, была взаимосвязанная деятельность. Возможно, одна компания получала выгоду от вот такой схемы работы, где у нас активы собирались в одном месте, по силе в другом. Поэтому может быть ответственность в этой части. А так сестринская компания по общему правилу отвечать не будет по долгам другой компании. Собственники, учредители могут быть привлечены к субсидиарной ответственности и в последующем могут гипотетически обратить взыскание на их доли другой компании. Если там не будет какой-то плотной взаимосвязи между ними в виде большого количества операций. Но, скорее всего, такие операции будут, и, скорее всего, это приведет сначала к оспариванию большого количества сделок, а потом, вероятнее всего, приведет к субсидиарной ответственности. По крайней мере, заявление такое, скорее всего, будет подано. Ну, да, тут вот коллега мне правильно подсказывает, что из вопроса неясно, были ли какие-то еще долги. Но я так понимаю, что, скорее всего, были. Вряд ли вы решили просто обанкротить компанию, чтобы не платить себе же. Следующий вопрос от Виктора. И звучит он так. Как обезопасить себя миноритарному участнику общества в случае банкротства последнего? Есть ли фенотчетность и бухгалтерский баланс положительный? Но есть лифт того, что после введения процедуры суд посредством экспертизу установит, что дата объективного банкротства была гораздо раньше. Здесь, смотрите, миноритарный участник. Ну, вообще, в целом у нас принцип какой? Каждый отвечает за свои действия. Ну, кроме того, что каждый отвечает за свои действия, да, каждый отвечает за то, что он какие-то действия не предпринял, а действия разумных добросовестных должен был бы их предпринять. Если миноритарный участник у нас одобрял какие-то сделки, которые потом окажутся сомнительной ответственностью, конечно, может наступить. Если таких действий не было, то вот в этой части ответственности не будет. Что касается баланса, да, Анастасия рассказывала про ответственность за неподачу заявлений. И она в конце сказала, что у участников тоже такая ответственность может наступить. Участники сами подать заявление о банкротстве не могут, но они могут инициировать собрание, на котором надо собраться и обсудить, а не пора ли подать нам заявление о банкротстве. В нашей книге мы подробно об этом пишем и рассказываем, что стоит сделать участников, а что не стоит. Но тут на что надо обратить внимание? Все-таки Верховный суд о чем говорит в своих судебных актах? Что мы смотрим, когда в рамках своей управленческой деятельности, разумной, вы там могли узнать, что у нас здесь недостоверные какие-то документы. Поэтому если вы одобряли баланс, вам желательно что в таком случае получить? Вам желательно получить мнение бухгалтера, который это составил и говорит, вот смотрите баланс. Может быть у вас есть финансовый директор и еще кто-то. То есть чтобы вы говорили не просто мы там участниками собрались, цифры какие-то составили и вот смотрите, что у нас получилось. Вот так мы и живем. Плюс вам нужны должностные инструкции этих сотрудников, чтобы вы сказали, смотрите, в компании все было организовано каким образом? Что у нас есть люди, которые отвечают за отчетность. У них там есть доступ к первичной документации, они все это составляют, они представляют мне свое мнение. И я на основании этого мнения утвердил этот баланс. Если вы вдруг голосовали за его утверждение. И также здесь делаю отсылку к нашей книге, но тут уже в рамках другого основания обсидиарной ответственности. Невозможность полного погашения требований кредиторов. Там есть описание практики Верховного суда, который говорит, что если вы принимали какие-то решения, основываясь на мнении профильных специалистов, то ваша ответственность может быть только в том случае, если вы знаете, что их мнение точно ошибочное или там, не дай бог, они коррумпированы. Поэтому в большинстве случаев, да, резюмирую, ответственность миноритарного участника не будет. Но вам тут просто надо обращать внимание на те решения, которые вы принимаете. По поводу еще миноритарных участников нужно обратить внимание, вот у нас также на 42-й странице, 41-й странице нашей книги, понятие контролирующего лица. И в целом, если у вас меньше 50% долей в компании с ограниченной ответственностью или в акционерном обществе меньше 50% акций, или если вы совместно с другими лицами не можете управлять более 50% акций, то, соответственно, вы не будете в принципе признаны контролирующим лицом, если вы не можете принимать каких-то управленческих вот ключевых решений. И, соответственно, здесь надо учитывать какой момент. Если у вас там, как вот часто бывает ситуация, там 1% у вас, и вы говорите, а я миноритарий, 99% у офшора, который там тоже вам принадлежит где-то, и вы рассказывать будете суду, что, а я никаких решений принимать не мог, я миноритарий, такая история тоже не пройдет, вас могут признать КДЛ и возложить ответственность. Но в целом, если вы действительно там имеете какой-то малый процент акций или долей, то, в принципе, не будете КДЛ считаться. Ну, соответственно, как там крупное акционерное общество, если вы где-то на бирже купили там чуть-чуть акций, да, вряд ли вас могут за это привлечь, вы там, в принципе, можете активности никакой не проявлять в этих компаниях. Так, коллеги, следующий вопрос от Ольги, и я прям вижу боль в этом вопросе, потому что Ольга главный бухгалтер, и спрашивает очередность писания предъявленных требований, в том числе налоговых. И это очень интересный вопрос, и я снова вас адресую к нашему телеграм-каналу, где есть как очередность реестров, так и текущих платежей. И на что здесь важно обратить внимание? Вот в процедуре наблюдения продолжает действовать руководитель, а не, соответственно, не конкурсный управляющий. И руководитель отвечает за очередность исполнения текущих платежей. То есть если вдруг вам не повезло, и вы являетесь руководителем компании, которая находится в наблюдении, и при этом вы осуществляете много платежей, у нас был такой опыт, да, какая у нас рекомендация? И эта рекомендация, в общем-то, есть в нашей книге. Что вы должны вынести приказ или там о финансовой дисциплине, или об очередности погашения требований. И вы должны донести до всех, да, какая у нас существует очередность погашения требований. Потому что денег, скорее всего, на все текущие может не хватать. И вам, соответственно, надо в таком случае правильно выставлять платежные документы к счету. Потому что за очередностью следите вообще-то не вы, а банк, в котором у вас открыт счет. И он списывает платежи, ну, во-первых, в рамках пяти очередей, которые есть, да, а во-вторых, он это делает в рамках одной очереди, у нас платежи удовлетворяются в порядке календарной очередности, там в рамках первой очереди, там сначала мы условно гасим всю первую, потом переходим ко второй, и там в рамках календарной очередности к вторую, да, потом дальше переходим к следующей. И здесь банк списывает платежные, там, исполняет платежные документы, исходя из момента поступления документов в картотеку. И у нас был опыт, когда мы составляли очень долго и очень тяжело реестр текущих платежей, там было как бы вот страниц 300, он там вот такой толщины был, да, и там общая сумма платежей была около двух миллиардов, и миллиард из них там, да, вписался вот в рамках этой очередности. Это очень непростая задача, но если ее не делать, то в последующем у руководителя есть лифт того, что с него взыщут убытки, и не только руководителя, да, но и тех, кто имеет доступ к счету, потому что нередкие случаи, когда там часть каких-то операций на мелкие суммы может проводить кто-то другой. Или, например, да, у нас, чтобы провести платеж, нужна не одна подпись, а две подписи чьи-то в банке. Поэтому, в общем, вопрос этот очень большой, чтобы на него прям так сразу ответить. Да, вы можете просто там, да, скачать нашу книгу, и у нас тут есть про очередность платежей, и, соответственно, у нас есть непосредственно в Телеграм-канале про текущие платежи, про реестровые, я вот не помню, есть у нас это или нет, но про очередное списание налоговых требований есть. И тут на что стоит обратить внимание дополнительно, на возражения по налоговым требованиям. Не часто там юристы занимаются этим, да, и зачастую там просто, когда налоговая подает свои требования, все просто, ну, не возражает никто, ну, налоговая не может подать что-то лишнее. Но на самом деле зря, и мы там вот так же в Телеграм-канале, у нас есть пост, где мы рассказываем, какие у нас возражения возможны, да, и мой коллега тоже хочет что-то дополнить. Коротко все-таки хочется ответить на вопрос непосредственно про очередность погашения налогов. Да, здесь самое главное помнить, что у нас есть НДФЛ, взносы в пенсионный фонд и взносы, НДФЛ и взносы в пенсионный фонд и ФСС. Они платятся во вторую очередь текущих платежей. Все остальные налоги – это пятая очередь текущих платежей. Все здесь достаточно просто. И важно не заплатить в наблюдении те налоги, которые должны уже относиться к рейстровой задолженности, которые возникли до возбуждения дела о банкротстве. Здесь также есть нюансы, действительно, о которых сложно рассказать, быстро связаны с тем, как определить текущие или рейстровые платежи по концу отчетного периода или налогового периода. Но это уже детали. Вот если конкретно про очередность, все налоги, кроме взносов ФР, ФСС и НДФЛ – это пятая очередь. Вот эти три, которые я назвал, – вторая очередь текущих. Следующий вопрос у нас про тему недобровольных кредиторов. Если практика иная, кроме налогового органа или ресурсоснабжающей организации, мы, если честно, в этом аспекте практику не анализировали, но на вскидку это еще деликты. То есть если был причинен кому-то вред путем совершения деликта, не знаю, там ваша машина попала в ДТП, и вы повредили что-то еще, это, соответственно, будет у нас тоже недобровольные кредиторы. И последний вопрос, который у нас есть. Разница в субсидиарной ответственности при владении недвижимости через АО и напрямую от физлица. Не очень понятен в этой части вопрос, соответственно, в чем здесь будет субсидиарная ответственность при владении недвижимостью. Может быть там речь о том, что обращение взыскания на эту недвижимость, но тут повторюсь, у нас, в общем-то, проводя какую-то аналогию с управляющей компанией, с примером, который я приводил, у нас к ответственности привлекается фактически человек конечный, кто это делал, и все юридические оболочки, через которые он это делал. Если это руководитель управляющей компании, то через, соответственно, через управляющую компанию вместе с ней. И если у нас речь идет здесь об обращении взыскания на недвижимость, то если мы кого-то привлекли в субсидиарной ответственностью, обращаем взыскание на его недвижимость, то, соответственно, если эта недвижимость опорлена на компанию, то это будет через обращение взыскания на доли в этой компании. Если физлицо, то напрямую на его имущество. Но если у нас будет установлено, что компания получила выгоду от недобросовестного поведения контролирующего лица должника, то может быть обращено в заслужение и напрямую, и сама компания привлечена к ответственности. Повторюсь, автором этих пяти вопросов мы свяжемся и сможем отправить им книги. Так, еще у нас появилось несколько вопросов. Бывшие собственники до смены учредителей и гендиректора по сделкам, которые прошли после записи в ЕГРЮ, несут ответственность за сделки новых собственников? Нет, не несут. Но здесь в чем проблема? Что из-за сделок новых собственников может возникнуть какая-то банкротная ситуация, и тогда анализировать в том числе будут и ваши сделки, потому что они попадут в трехлетний период подозрительности. Да, но по общему правилу нет, конечно, не несут. Следующий вопрос от Рината. Мне кажется, я даже знаю фамилию Рината. Можно ли обосновать и сформулировать абсолютно безопасные для бизнеса типовые условия сделок? Если такое невозможно раз и навсегда, то можно ли создать стандарт банкротной безопасности для участников рынка топ-менеджеров и руководителей? Это очень хороший вопрос. Я над ним долго думал и так и не нашел ответа. Мне кажется, абсолютно безопасно. Это просто уволиться из компании и лучше не назначаться. Вот это точно абсолютно безопасно, но тоже есть нюансы, когда вас могут привлечь. Здесь будет очень много зависеть все-таки от специфики деятельности компании, торговая или производственная. И такие в целом, наверное, рекомендации отраслевые какие-то можно сделать. И есть там, в том числе в нашей замечательной книге, есть некоторые рекомендации в отношении, например, заключения договора поручительства. Когда его безопасно заключать, а когда нет. Мы нередко сталкиваемся с поручительством, и одна компания дает поручительство за другую. А когда это приведет к субсидиарной ответственности того, кто подписал договор поручительства, у нас есть об этом позиция Верховного суда, который в нескольких делах это все рассмотрел и рассказал. Поэтому, наверное, так же критерием может быть балансовая стоимость, когда это и каким образом безопасно. Это очень интересный вопрос, и в целом я думаю, что это востребованная у топ-менеджеров и руководителей история, каким все-таки образом стоит им вести бизнес, и когда точно спокойно, а когда нет. Я знаю, что есть компании, крупные компании, такие очень крупные, если речь идет о лицах из списка Forbes, которые просто ходят с юристом, личный юрист, и все, что они подписывают, сначала смотрит юрист и говорит, можно это подписать или нет, безопасно это или нет. Да, ну, здесь, конечно, очень большой у нас перегиб сейчас наблюдается субсидиарной ответственности. Если раньше в суде отказывали, до 2009 года вообще никого не привлекали, да, то теперь у нас перегиб, вот, скажем так, в обвинительный уклон, и поэтому там риски для бизнесменов, они очень сильно повышаются. Но, Ренат, повторюсь, спасибо за вопрос, да, надо над этим все-таки подумать, и, может быть, хоть что-то попробовать, да, составить, хоть какие-то рекомендации представить. Ну, вот в этой части, мне кажется, все-таки, как-то Алексей пессимистично смотрит на вопрос, можно придумать это или нет. В целом я считаю, что в компании внутри можно разработать регламенты и согласования, да, и если у вас будут внутри компании, допустим, должностные инструкции, четкие, которые будут, хотя бы они будут распределять ответственность, да, какие-то действия и согласования, то это уже поможет руководителям, топ-менеджерам, да, что вот как в банках, например, там, кредитный комитет согласовал какой-то кредит, да, и Верховный суд сейчас сказал, если тебе профильное подразделение принесло заключение, что там нормальный заемщик, то лицо, одобрившее заключение этого кредита, выдачу этого кредита, не должно за это отвечать. И это может работать не только в банках. И здесь, скорее всего, просто нужно в каждом конкретном предприятии, с учетом его вида деятельности, брать, смотреть, какая структура там кадровая, да, и, соответственно, исходя из этого, разрабатывать систему согласования сделок и, в общем-то, их одобрение заключением. Это первое. А второе, ну, есть простое правило, не надо воровать. И если как бы не обналичивать деньги и не выводить имущество из компании, даже если вы где-то там с каким-то условием не очень удачным заключите сделку, то вас не привлекут за это к ответственности. Ответственность наступает конкретно за какой-то деликт. И вот те презумпции, там, непередача документации или еще что-то, это презумпции. А в любом случае они предполагают вину. Если ты не передал документацию, то что-то скрываешь. Если отдать документы, и в этих документах нет ничего такого, чтобы опорочила директора, да, и указала на то, что он где-то там, ну, не знаю, вплоть до того, что нанял своих родственников с огромными зарплатами в штат. Да, если вот таких каких-то вещей нет, если нет сделок по продаже активов, если нет, опять же, оптимизация налогов с воздушным складом, то в целом не так страшно все. И у нас ведь мы говорим о чем? Привлечение к субсидиарной ответственности, оно вот такое прокредиторское сейчас. И большинство заявлений удовлетворяют, ну, сейчас по статистике более 50% заявлений удовлетворяются судами. Но здесь надо то иметь в виду. Вот среди этих порядка 60-70% удовлетворенных заявлений, наверное, половина – это ситуации, где реально не передана документация или передана криво. И еще часть – это когда ответчик просто никак себя не проявляет. В нашей практике, когда к нам обращаются клиенты, и мы там готовим какую-то позицию нормальную, когда мы подготавливаем какую-то документацию, сдаем там дело, все, приходим к суде и понятно ему рассказываем, что к чему, мы большинство дел выигрываем. Абсолютное, наверное, большинство. Когда мы там со стороны управляющего, например, идем привлекать к ответственности, да, и там мы тоже чаще выигрываем, потому что КДЛ не приходит и ничего внятно не говорит. А в Пленуме по субсидиарной ответственности написано, если директору предъявили заявление о привлечении к ответственности, не только к директору, контролирующему лицу, подали заявление о привлечении к ответственности, и он не сдал отзыв в дело, то это уже 90% ты проиграл. Там написано, что это основание для того, чтобы заявление удовлетворить, если КДЛ не дает пояснения по доводам заявления о привлечении. Вот и все. Соответственно, здесь, мне кажется, надо все-таки учитывать вот этот момент, а по поводу условий сделок, но они тоже должны быть обычные в целом, просто какие-то обычные условия. Вот те сделки, за которые привлекают к ответственности, они, как правило, не те сделки, которые компания постоянно заключает. Как правило, у вас вот эти все сделки, они и так обычные, а вот привлекать будут к ответственности за то, что вы решили, а давайте-ка здесь вот какое-то что-то там придумаем интересное, да, заработаем, может, денег, ну или кто-то отдельно там в лицо какое-то заработает денег, а компания на этом потеряла. Вот так что здесь в целом, я думаю, что регламентами какими-то можно себя защитить. Ну, тут все-таки, и зная, кто такой Ренат, я понимаю специфику вопроса, да, это там, то, что Кирилл сказал, это справедливо, да, и вот в этой части там, да, надо вернуться к нашей рекомендации, что это все просто надо оформлять документально, да, чтобы вы, соответственно, могли показать, как это было, что вы там можете прийти в суд и рассказать, как это было, да, и подтвердить, что вот у меня есть документы. Но, например, если у нас там создалась компания, и мы решили какой-то большой строительный проект замутить, мы решили построить там торговый центр или, я не знаю, какие-нибудь складские помещения, да, а потом так получилось, что изменилась экономическая ситуация очень сильно, материалы стали дороже, там, да, еще что-то случилось. И, может быть, вас просто поменяли в какой-то момент, да, и кто-то новый там появился, и они там продолжали строить, и дальше не ушло. И привлекать потом будут все, скажут, смотрите, ты там до этого занимался, я не знаю, выращиванием огурцов, все было классно, зачем ты пошел в стройку, вот, в целом, зачем ты решил этим заняться. Да, в этой ситуации, да, там, надо давать рекомендации, как это обосновать и каким образом откладываться, какими документами, чтобы ты потом пришел, да, и сказал, что, ну, все-таки, ребят, там, у меня был шанс очень сильно заработать, но я не смог, не получилось, да. Да, такие бывают истории. Здесь тоже не сказать, что ситуация какая-то из ряда вон выходящая и сложная, да, меняешь вид деятельности принципиально, сделай бизнес-план, сделай его на бумаге, не придумал, там, в голове что-то от руки написал, там, как ты будешь из огурцов делать бизнес-центр или, там, торговый центр, да, если будет план, который будет показывать, что здесь там потребность в этом есть, есть жильцы, то тоже, наверное, сильно каких-то жестких претензий не будет, даже если не получится. Потому что, ну, все-таки ограниченная ответственность, она, хоть у нас и такая стала размытая в последние годы, но она существует, и риски экономические тоже никто никуда от предпринимательской деятельности не отменял. Ну, вот в этом и будет рекомендация какая-то, да, что в каких-то сделках нам, там, все спокойно, условно, ты платишь зарплату, нанимаешь людей, ничего делать не надо, а в каких-то, там, да, тебе надо обкладываться с какими-то документами, внешним, там, может быть, мнением, там, да, каких-то специалистов. Что мы там, более сложная сделка, более крупная, да, дополнительные нужны доказательства. Следующий вопрос от Тимура. Может ли банкрот участвовать в исполнении госконтракта? Я думаю, что нет, да, ну, что я думаю, я уверен, что нет, да, и не знаю, как сейчас мы не участвуем там в госконтрактах, да, но раньше было из арбитражного суда там справку приносить, что в отношении тебя не возбуждено дело. Поэтому, а если тебя уже признали банкротом, да, то какие тут шансы? Вопрос от Валентина, пока последний, да, как выявляете в судебной практике объективное банкротство рассчитанным путем через признак неплатежеспособности, недостаточности имущества? С этим признаком все более-менее понятно. Без применения. И это очень сложный вопрос, мы не будем на него отвечать. Нет, мы вот в своей практике руководствуемся недостаточностью имущества, да, с ним действительно все более-менее понятно. Сложил активы, минус пассивы, там, да, отрицательное значение, все, поехали. Когда, ну, недостаточность имущества – это превышение пассивов над активами. Неплатежеспособность – это более сложный признак, он означает остановку платежей. То ты не можешь платить, и при этом презюмируется, что из-за того, что у тебя нет денег. Не то, что ты просто кому-то не платишь. Да, если там просрочка по одному долгу, у нас, по-моему, даже позиция президиума еще большего битражного суда была по этому поводу, что просрочка по одному долгу – это не означает неплатежеспособность у компании. Просрочка по одному долгу, что ты просто не платишь одному кредитору, но другие платежи исполняешь, значит, нет такого признака, как неплатежеспособность. И если я не ошибаюсь, да, по-моему, еще Шершеневич писал, что тот, кто придумает адекватное и практическое определение неплатежеспособности, да, заслуживает памятник. Поэтому в большинстве случаев, да, это все-таки финансовый анализ. В большинстве случаев это коэффициенты, да, это какие-то рецензии на финансовый анализ, да, это там другие финансовые анализы, которые проводит мне руководитель. Поэтому вот вопрос о проведении финансового анализа мы тоже уделили в книге внимание, потому что это очень важный вопрос и необходимо участвовать в этом. Потому что какие есть примеры в практике, да, вот в этой части, что в рамках оспаривания сделок, когда не пришел ответчик, управляющий сдал финансовый анализ, сказал, смотрите, там 1 января 2021 года признаки были, все отлично. И этот судебный акт вступил в законную силу. И дальше суды просто говорят, ну, смотрите, мы уже в одном споре рассмотрели, у нас вот все понятно, признаки были, все как бы... Ты можешь рассказывать, что ты там не участвовал, для тебя это не приюдиция. Но многие суди скажут, что, ну, не участвовал, не участвовал, мы же уже разобрались, у нас одна дата в одном деле. Мы же не можем в разных спорах и разной дату установить объективное банкротство. Хотя в целом можем, да, но у многих судей такой подход, что нет, вот мы уже все здесь установили, все, извини. А если еще, не дай бог, там экспертиза какая-то была, да, и судебная экспертиза установила вам эти признаки, да. Понятно, что экспертизу нельзя, но суды там называют другие вопросы. Да, и вот там из компании Аверта, да, было замечательное исследование по судебной экспертизе в банкротстве. Можно посмотреть, как все-таки часто, почти всегда суды назначают экспертизу и пытаются просто вывернуться в вопросах. Если это раньше было просто дата объективного банкротства, да, то теперь вопросы стали посложнее, чтобы суд все равно назначил экспертизу и отдал этот вопрос на откуп специалистам. Поэтому вот конкретно, да, если у нас просто была остановка платежей всех, то мы можем сказать, вот, смотрите, платить мы перестали, денег нет, вот у нас неплатежеспособность. А если мы говорим, что у нас там какие-то платежи осуществлялись в меньшем объеме, кому-то частями, что-то списывало налоговое, да, сказать, что как нам расчетным путем установить неплатежеспособность, да, я не знаю ответа на этот вопрос, и судебная практика вам тоже помочь здесь не сможет. Вот нет какого-то алгоритма, который точно во всех случаях говорит раз, два, три, вот так делай, вот установишь дату. К сожалению, неплатежеспособность – тяжелая история. Поэтому мы в большинстве случаев используем недостаточность имущества. С ней гораздо проще работать. Но вот с неплатежеспособностью есть достаточно жесткие такие примеры в практике, когда суды говорят, что у тебя на счетах не было денег, чтобы со всеми рассчитаться. Ну, все, неплатежеспособность не хватает. И ты не можешь там при этом объяснить, что у меня вот там должны были быть поступления, да, и я бы там все рассчитался по плану. Но нет, вот просто не было денег. Просто суд задает вопрос, когда были на счету деньги, чтобы хватило всем пилиторам. Никогда, ну, значит, всегда был неплатежеспособный. Как бы вплоть до такого. Неприятно, конечно, и неправильно, очевидно, но тем не менее, ну, вот это практика такая у нас. Коллеги, вопросов больше не вижу. Спасибо за активность, да. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, скачивайте книгу, посмотрите спецпроект. Это очень интересный и классный спецпроект. Мы прям гордимся проделанной работой нашими подрядчиками. Ну, и мы тоже, конечно, участвовали. Всем спасибо, да. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok